Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем маленьким читателям и их родителям отправиться в увлекательное путешествие по Росскому Северу. А помогут нам в этом красивые нежные стихотворения архангельского поэта и переводчика Марины Анатольевны Зарубиной. Будем слушать стихотворения, предаваться размышлениям и выполнять различные задания. Мысленно погружаясь в атмосферу дикой северной природы. Глубоко прочувствовать каждое стихотворение, представить себе то, о чем рассказывает автор, мы сможем благодаря иллюстрациям художника Евгении Чарушиной Капустиной. Первое стихотворение, которое мы с вами послушаем, называется «Сполохи». Там, где время роняет звезды в печаль снегов, где ветра выгоняют море из берегов, по таежным просторам, по северным теремам, по холмам, косогорам неслышно идет зима. Бирюзовая лента полощется в волосах, загораются сполохи в небе на полюсах, догоняя по оземку, льются на снег лучи. Удивляйся негромко, запоминай, молчи. Давайте попробуем ответить на несколько вопросов. О каком времени года рассказывает автор стихотворения? Автор говорит о зиме. Можно ли сказать, что зима у автора живая, сказочная? Почему вы так считаете? Да, можно. Зима медленно, осторожно идет по холмам и косогорам. У нее в волосах бирюзовая лента, она оставляет на небе цветные сполохи, вызывает у нас удивление. Как вы думаете, почему автор предлагает нам помолчать, запомнить момент и быть тихими? Удивляйся негромко, запоминай, молчи, говорит поэт. И действительно, иногда, чтобы почувствовать удивление и насладиться красотой, достаточно оказаться наедине с природой, замолчать, прислушаться и присмотреться. Давайте представим, как в ночном звездном небе сверкает северное сияние, а снег переливается всеми цветами радуги и скрипит под сапогами. В далекой глухой деревеньке топятся печи, горят в окнах огоньки, а рядом с вами белые заснеженные просторы и звенящая тишина. Такой нам показывают Зиму, автор стихотворения Марина Зарубина и художник Евгения Чарушина-Капустина. Теперь перейдем к заданию. Приведу пример. Перед вами картинка с изображением дерева. Дано слово «дерево». Задача – ответить на вопрос. Дерево на картинке – оно какое? Заснеженное, изогнутое, зимнее, одетое. На нем повязан шарфик. Таким образом, вам нужно, смотря на картинку, подобрать к предложенному слову как можно больше слов прилагательных, отвечающих на вопрос «какой?», «какой?» и так далее. Давайте посмотрим на картинку номер два. На ней изображена ночь. Ночь на этой картинке какая? Снежное, зимнее, лунное, звёздное, тёмное. А какие на этой картинке ребята? Одетые, нарядные, спортивные, катаются на кальках, лыжах, санках, дружелюбные, весёлые, задумчивые. Ещё мы на картинке видим дома. А никакие, по-вашему. Старинные, серые, сказочные, необычные, заснеженные. Перейдём к третьей картинке. Какой человек изображён на ней? Задумчивый, серьёзный, узкоглазый, темноволосый, любящий животных, молчаливый. Посмотрите на фонарь в верхней части карточки. Фонарь, он какой? Яркий, сияющий, металлический. А какие на картинке деревья? Далёкие, заснеженные, хвойные. Мы видим силуэты елей, колючие. Надеюсь, что у вас получилось внимательно рассмотреть картинки и подобрать нужные прилагательные. Такая игра очень полезна для развития внимательности и наблюдательности, а главное – расширения словарного запаса. А теперь мы переходим дальше и слушаем следующее стихотворение Марины Зарубиной, которое называется «Зимний сон». Невелика мальку озеро Колыбель, Спящему стебельку не холодна метель. Северу зимний сон весен и многолик, А человек он холоден и велик. Что происходит с природой во время зимы? Природа замирает, погружается в длительный сон. Как вы думаете, почему автор говорит нам о том, что стебельку не холодно под снегом, мальку комфортно зимой в озере, а вот человеку зимний сон холоден и велик? Все живые существа по-своему переживают зиму, умеют приспосабливаться к суровым условиям и лютому холоду. Однако для человека холодные долгие зимние дни часто кажутся тяжкими, потому что редко бывает солнце, на улице темно, одолевают морозы и обильные снегопады. Так почему же для севера зимний сон все-таки весел и многолик? Как по-вашему? Чем же прекрасна зима на севере? Белым, пушистым, искристым снегом, завораживающим полярным сиянием, ярким звездным небом, которого летом не увидишь, ведь на севере белые ночи. Подводя итог, скажем о том, что северная зима по-своему прекрасна, если внимательно приглядеться и суметь это почувствовать. Перейдем к еще одному интересному заданию. Назовем игру «Волшебный зимний сон». На экране вы видите необычную картинку из настольной игры «Иммагинариум». На ней изображен волшебный сон маленького огонька. Давайте попробуем составить короткий рассказ по картинке. Обратите внимание на текст на экране и попытайтесь вставить пропущенные слова. Что ж, вот мы с вами и придумали начало истории. А теперь попробуйте самостоятельно нафантазировать продолжение. Что случилось с огоньком дальше? Куда он прилетел? Кого повстречал на своем пути? Что помогло огоньку преодолеть грусть? Смог ли он достичь своей цели и найти то, что искал? Ради чего отправлялся в путешествие? Будет здорово, если вы не только досочиняете сказку, но и нарисуете к ней иллюстрации. А вдруг в вас живет юный писатель или художник-иллюстратор? Кто знает, обязательно продолжите историю и поделитесь ей с друзьями. Следующее стихотворение Марины Зарубиной, с которым хотелось бы вас познакомить, называется «Продолжение». Если море замерзает, целиком не исчезает, остается в пляжной сумке, и в ракушке на окне, и во сне, и на рисунке, продолжается во мне. как вы думаете, почему автор говорит нам, что море не исчезает, даже когда покрывается льдом? Быть может, потому, что подо льдом оно продолжает жить, а еще память о море хранится в нас самих, в рисунках, во снах и наших воспоминаниях. А теперь посмотрите внимательно на картинку и выберите только тех обитателей, которых можно встретить у нас на Белом море, будь то в воде или на берегу. Итак, кто же из них живет в Белом море? Белуха, камбала, горбуша, рыба-игла, медуза-цианея, коралл-мозговик, морж и рыба-шар. Жителями Белого моря являются Белуха, камбала, горбуша, медуза-цианея, мош. Все остальные обитатели живут в южных морях. Здорово, если у вас получилось отгадать всех, а если нет, приходите в привокзальную детскую библиотеку номер 8 за энциклопедиями о фауне Белого моря. Напоследок прочитаем еще два коротеньких стихотворения архангельской поэтессы Марины Заровиной. Первая называется «Зимняя грусть». Неуклюжий снеговик с веточками рук Понарошку человек Понарошку друг Как вы думаете, почему автор называет снеговика человеком и другом Понарошку? Потому что внешне вроде бы похож Есть голова, туловище и руки Но он никогда не сможет стать нам настоящим другом Понять, поддержать К тому же растает с наступлением тепла Второе стихотворение называется птичка Что за птичка невеличка бисером расшитая? Это чья-то рукавичка грустная забытая Машет пальчиком крылом каждому прохожему Не встречали за углом варежку похожую Почему рукавичка вдруг загрустила? Потому что потеряла свою пару Помогите снеговичку найти парные рукавички Теперь рукавички снова вместе Уже не грустят и смогут согреть чьи-то ручки в студеную зимнюю пору Мы с вами послушали несколько стихотворений Марины Зарубиной на зимнюю тематику Однако в сборнике «Солнышко-морошко» вы найдете душевные и уютные стихотворения и о других временах года на севере Как летом собирают ягоды и водят хороводы Осенью вспоминают сенокосы ловят рыбу А весной наблюдают пробуждение природы Книгу можно взять у нас в привокзальной детской библиотеке номер 8 Рекомендуем к прочтению и ждем в гости Рекомендуем